Сегодня национальный день Беларуси на всемирной выставке Экспо-2017 в Казахстане. Открытие в церемонии приняли премьер-министры двух стран. Возле белорусского павильона прозвучали гимны Беларуси и Казахстана. Были подняты государственные флаги. Андрей Кобяков в Астане с рабочим визитом. Глава правительства подтвердил, Беларусь намерена максимально активизировать торгово-экономические связи с Казахстаном. В основу ляжет договор и программа взаимодействия до 2026 года, которые будут подписаны во время нынешнего визита. Сейчас в Казахстане работает 8 совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. Наша страна заинтересована не только расширять линейку, но и наращивать объемы. Концепция национального павильона Беларуси построена именно на этих идеях. Наши гости могут ознакомиться с деятельностью китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который по праву является жемчужиной экономического пояса «Шелкового пути». Мы представили весь спектр машиностроительной отрасли, локомотива белорусской экономики. Особый упор сделан на широком использовании IT-технологий и презентациях. А национальный колорит и самобытность белорусской культуры отражены в льняных, кожевенных, керамических и соломенных изделиях, в том числе ручной работы. Хочу подчеркнуть, что значение выставок «Экспо» еще и в том, что они являются площадкой, призванной укреплять дружбу и взаимопонимание между странами и народами. Многие из перспективных для сотрудничества проектов представлены в Белорусском павильоне. Это полсотни разработок от новых машин и материалов до лазеров и космических технологий. Литмотив – показать, на что способна энергия талантливых и трудолюбивых людей. Еще один акцент – экология. Ведь живописная природа – это тоже один из белорусских брендов, который нашел отражение в оформлении. В нынешнем «Экспо» принимают участие 115 стран. Уже более 2 миллионов человек посетили выставку, и работает она до 10 сентября.